В том что удивительно, очень близкие народы, украинцы и русские, поссорились и ненавидят друг друга, а чеченцы и русские как жили нормально, так и живут, несмотря на 400 лет моря крови. Как это нам удается? Почему ты считаешь, что Чечня имеет право на независимость, а Абхазия нет? Почему лучше них? Я никогда не говорил и не говорю, что Абхазия или какая-либо другая республика, какой-либо народ, что они не имеют права. Я не могу такое сказать. Международное право даже дает им право. Даже международное законодательство, международное право, даже оно не лишает такого права. Однако, я говорю, что вопросы независимости отделения, они тоже должны быть в рамках международного права, и они должны быть в рамках тех местностей, тех государств, которых это касается. Окупация территории какой-то третьей страной не может выдаваться за независимость этого народа. Вот в чем разница. Поэтому, имеют ли Абхазы право на независимость, на свободу? Конечно, они имеют это право. Но вот в пределах какой земли они имеют это право? Где их земля? То есть, какие должны быть границы у этого независимого государства? И самое главное, с кем они должны решать этот вопрос? Вот что является предметом обсуждения и моего неприятия. То, что сегодня Абхазия, это не независимое государство, это государство, точнее, это территория Грузии, которая оккупирована Россией. Давайте уберем из этой схемы Россию и будем потом разбираться. Пусть Абхазы и Грузины решают вопрос независимости Абхазии, границ и территорий и так далее. А вот так вот, что пришли россияне, оккупировали часть территории, оккупировали Цханвальский регион, назвали это Южной Осетией, независимым государством. Но от того, что они так назвали, оно таковым не становится. Это не та ситуация, типа, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Нет, друзья, здесь с государственными территориями это так не работает. В том числе, многие ждут ухода Путина, как будто проблема в нем. Во-первых, может прийти еще более худший правитель. Во-вторых, нужно в целом менять политику России и сознание общества на миролюбие и созидание. Ну, я и согласен, и не согласен, наверное. То, что люди ждут ухода Путина, это объяснимо. То, что он... То есть, если Путин уйдет, на него место может прийти еще хуже. Да, ты прав, но может прийти и только лучше. То есть, здесь уже есть вероятность 50 на 50. А вот если Путина не поменят, если он не уходит, то нет никакой надежды на какое-то изменение. То есть, люди это мыслят правильно. Если Путин уйдет, у них есть вот два варианта. Либо будет лучше, либо будет хуже. А если Путин не уходит, то вариант только один. Будет как есть. А как есть, это уже хуже. Поэтому желание людей, я понимаю, оно правильное. Ну, и я, конечно, с тобой согласен, что созидание миролюбия и так далее, что вообще в целом нужно менять менталитет. Да, это правда. Тут не поспоришь. Томсо, никогда не отпусти от нас Россия больше. Надо с этим смириться и продолжать жить. Но если тебе так удобнее, смирись и продолжай жить. Вы хотите свободную Ичкерию, а чего вы без России добьетесь, если это случится? Ну, мы-то свободу хотим для того, чтобы добиться чего-то. Мы хотим свободу, чтобы просто жить свободно. Чтобы на нашей территории действовали законы нашей страны. Чтобы мы судили, наказывали или прощали друг друга не по Конституции России, а по Конституции Чеченской Республики, Ичкерия, по независимой течении. Вот что нам нужно. Мы являемся свободным обществом. И это как бы наше естественное требование. То есть это наше естество стремления к свободе. А то, что сейчас, то, что мы сейчас имеем, это не естественная ситуация. Это как раз-таки противоречие естеству. Поэтому не надо искать, а вот что, чего вы добьете, а для чего. Все очень просто. Любой свободный человек или свободное общество, оно стремится к тому, чтобы пользоваться своей свободой. Любой раб, он должен стремиться к свободе. Он стремится, да. Редко есть, конечно, есть отдельные какие-то экземпляры. Но общество, оно таково. Вот почему вообще в этом мире практически уже везде, да не практически, а везде на официальном уровне рабовладельчества запрещено. Все. В некоторых странах оно еще не искоренено фактически, но все страны, весь этот мир, в любом случае, движется в этом направлении и однозначно стремится к уничтожению этого рабовладельческого строя. Почему это происходит? Потому что рабы, они стремятся быть свободными. Никто не хочет быть в рабстве. Ну, соответственно, наше желание, оно естественно. Да, Тумсо, какие законы вашей страны? Даже внутри вашего микросоциума каждый понимает их по-своему. Сосед мой, Чечен, бежал именно от вас, от мусульман. Достало, достало, не его. Иван Бельцов, так так и создается общество, в нем бывают разные мнения, но в конечном итоге вот эти разные мнения, внутри какого-то совета, что именуется в большинстве стран парламентом, в этом совете происходят дискуссии и в конечном итоге порядки голосования большинством принимаются те или иные законы. Ну, это очень странный довод. У вас там каждый по-своему понимает. Ну, так и везде так, в любой стране. Что в России, что ли, не так? В конечном итоге, так и рождаются одни законы, по которым живет общество. И основа в том, что и правительство, и граждане должны быть равны перед этим законом. То есть, все должны исполнять эти законы. В том числе, удивительно, очень близкие народы, украинцы и русские, поссорились и ненавидят друг друга, а чеченцы и русские, как жили нормально, так и живут, несмотря на 400 лет моря крови. Как это нам удается? Ну, я бы не сказал, что сейчас можно сказать, что мы прямо живем нормально. Мы не живем нормально. Мы, извини меня, находимся под оккупацией. Но, что бы ни происходило, даже очень много пролитой крови, в конечном итоге все эти моменты можно преодолевать. И народы и страны могут как-то нормально соседствовать, даже иметь какие-то партнерские отношения, даже быть союзниками. Сегодня Европейский союз, это мощный как бы союз, но они столько крови друг друга пролели. Однако они как-то преодолели все эти разногласия. Так что это все возможно.